На этих уникальных шелковых платках вся палитра Владимирских промыслов Любовь Яковлева два года трудилась над созданием этой выставки. В основу заложила народное творчество родного края, хотела переосмыслить Владимирские промыслы на ткани. Расписала вручную более 50 работ. Возникла идея сделать выставку по художественным промыслам нашего края, объединить их в своих работах, в платках, взять какие-то сюжеты из лаковой миниатюры мстерской, из гусь хрустального, ковровская игрушка. Большинство этих экспонатов уже стали победителями всероссийских и международных выставок. Техника, в которой работает Любовь, называется «Батик». Это роспись по ткани с использованием специальных красок. Тяга к такому творчеству возникла у художницы еще в студенчестве. После окончания художественного графического факультета девушке так хотелось связать свою жизнь с искусством, что уже 13 лет Любовь создает шедевры на платках. Мне больше нравятся вот сзади нас такие вот цветы бирюзовые. Это просто меня восторгают. Я как бы человек, так сказать, из деревни. Мне нравятся именно цветы. Я цветы сама очень люблю, занимаюсь цветами, то есть выращиваю. Ну а природа – это природа сама по себе, то есть она – это наше русское великолепие. Для работы с тканью существуют две технологии – горячий батик и холодный. Горячий батик – это непосредственно работа с воском. Способ используется в основном для росписи похлопчато-бумажной ткани, но минус его в том, что потом воск трудно удалить. Любовь работает в технике, холодный батик – она проста в работе, подходит для росписи платков и одежды. К тому же долговечна. Расписанные изделия можно даже стирать. Во Владимирской области батик – это многовековой промысел. Мастера ткали бархат и шелк, который надо было украшать. Так и появились традиции народного ремесла. Русский батик отличаются друг от друга. Там Ивановский, Рязанский и Кольчогинский безошибочно можно друг от друга отличить, потому что везде есть своя художественная и стилистическая особенность. При том, что техника и исполнение одинаково, натягивается белая ткань, и художник наносит рисунок и расписывает. А вот какую заложить идею, какой выбрать рисунок, какой орнамент – вот в этом и проявляется стилистическая особенность. Посмотреть искусство на шелке владимирцы и гости города могут в Доме фольклора на Георгиевской 2Б. Выставка «Любови Яковлевой» продлится до 28 января. Влада Миткова, Екатерина Корнилова, Дмитрий Журавлев, 6 канал.